Всем привет! Вы на канале Лёша Играет, и удивительное дело, опять слышите Лёшу Халецкого, то бишь меня. И я опять что-то рассказываю про игру Цивилизация 5, и как это вам до сих пор не надоело меня слушать? Ну ладно, шутки в стороны, ближе к делу, конкретики больше. Сегодня я опять буду говорить про четыре традиционных города. А конкретнее про игру четырьмя традиционными городами в сетевой игре. Дело в том, что вот прошлое видео, которое я делал, я там играл против компьютеров, и у людей возникало много вопросов, как действовать в тех или иных ситуациях. И вообще, там я вам показывал более такую завоевательную игру. Я поставил четыре города, потом уничтожил Корею. Здесь же это видео будет больше сконцентрировано на развитии четырёх городов, то есть когда вы не воюете. Более того, я вам хочу сказать, что в сетевой игре стратегия не воевать в некотором смысле более выгодна. Правда, проблема в том, что если к вам придут воевать, то начнутся проблемы. Но если вас не трогают, дают вам спокойно развиваться, то к середине игры вы вырываетесь далеко вперёд, и вас уже будет сложно победить. Я надеюсь, что вот вы меня сейчас слушаете, но и внимательно следите за тем, что происходит на экране. Я подробно не рассказываю, потому что я, собственно говоря, делаю всё то же самое, что и в прошлом видео «Четыре традиционных города». Кстати, вот я играю за арабов, это не то, что я её выбрал, а потому что тут сейчас был полностью случайный выбор нации. То есть мы перед началом игры, все шестеро участников поставили в установках случайный выбор нации, и вот у каждого нация случайная. Так как мне достались арабы, то я решил использовать стратегию «Четыре традиционных города». Была бы у меня какая-нибудь другая нация, я пошёл бы по другой стратегии, я не знаю, там, монголы. Я бы, естественно, пошёл по-быстрому к рыцарям и завоевательно стал играть. Были бы у меня какие-нибудь майя, как вы помните, я бы стал расползаться, или Рим тоже стал бы расползаться. Ну, вот таким образом. То есть в данном случае, чем интересно играть случайной нации, что ты не заранее знаешь, как ты будешь играть. Более того, многие нации подразумевают не сразу выбор стратегии, а вот в процессе разведки. Когда вы разведаете территорию вокруг, посмотрите, какие у вас соперники рядом, тогда и выбираете стратегию. Ну, естественно, как вы видите, у нас происходит разведывание территории, а это очень важно, потому что нам остальные наши три города надо будет в хороших местах располагать. Да и руины нам не помешают. Поэтому я вам всегда говорю в начале игры, не забывайте о разведке, не пренебрегайте ей, обязательно разведывайте территорию. Кстати, интересное дело, что я раньше думал, при открытии городов-государств в сетевой игре не дают никаких бонусов. Ну, вот если вы против компьютеров играете, то когда вы первый открываете город, вам дают 30 золота, если вы не первым открываете город, то 15 золотых дают. Но после многих сетевых баталий и внимательного наблюдения оказалось, что и тут что-то дают. И, судя по всему, только тем, кто первым откроет город-государство. Если вы открываете, находите город-государство после того, как его открыл кто-то из ваших соперников, то вам уже ничего не дадут. И самое интересное, что бонусы дают в зависимости от типа города-государства. Если вы открыли религиозный город, то вам дадут веру. Я не помню, вы уж извините, сколько именно очков, но, по-моему, для Пантеона, по-моему, 8 дают очков. Уж вы извините, я могу вам наврать сейчас. В общем, если открываете религиозный город, то вам дают веру. Если культурный, то культуру. Торговый город как раз дает золото. Какие у нас там еще остались города? Вот, кстати, не могу конкретно сказать про вот эти морские города и военные, но они тоже что-то дают. То есть надо... Просто проблема в том, что об этом я не нашел нигде информации по этому поводу. И игра даже вам не пишет, что вот, мол, город-государство дал вам столько-то культуры. Нет. Если вы находите культурный город, то просто смотрите на показатель культуры, увидите, что вам там добавились очки. А так никакой вообще информации. Это только благодаря тому, что я внимательно наблюдал за открытием городов-государств, позволило им найти эту закономерность. Кстати, сейчас интересный момент будет, как я замечательно подставил своего рабочего под варваров. Это к тому, что вообще желательно, когда у вас появляются рабочие, конечно, их защищать, особенно в начале игры. Варвары не применут прийти, во-первых, поразрушать ваши улучшения. А я напомню, что после последних патчей разрушение улучшений еще и дает... Восстанавливает очки здоровья, то есть вам будет сложнее этих варваров убить. А во-вторых, еще и ваших рабочих захватить. Вот сейчас я построил рабочего и благополучно его отдал. Еще раз повторюсь, что я вам подробно не объясняю, что у меня сейчас происходит на видео. Потому что я уже делал видео про развитие четырех традиционных городов. Но, тем не менее, напомню, значит, в столице мы сейчас строили в таком порядке. Сначала скаут построили, потом рабочего, потом... И вот сейчас строим святилище. В это же время у нас наш рабочий скаут уже построен и бегают по карте и открывают ее, чтобы мы уже могли подбирать себе места для наших следующих еще трех городов. Обращу ваше внимание, что вот стратегия четыре города, это не значит, что вы обязательно четыре города должны построить. Можно и три построить, в принципе. Но больше не стоит. Да и два, наверное, будет маловато. Хотя тоже неплохо. То есть, если у вас вдруг не хватает места на все... То есть, надо четвертый город, для примера, я просто объясняю, почему я на это обращаю внимание. Не надо четвертый город обязательно впихивать в какое-нибудь не очень удачное место, там, где тундра, где он расти не будет. Вот вообще смысл игры через традицию, что ваши города очень быстро растут. Традиция дает большой прирост яблочек, и за счет этого города растут как на дрожжах. А так как наука зависит от количества жителей, то и вы... Ваш прогресс проходит намного быстрее, чем у ваших соперников. Вы врываетесь вперед по науке, и впереди вас ждет только победа. Проблема же в том, что вы довольно беззащитны. То есть, если рядом с вами окажется сосед, который будет играть на военную победу, а это можно понять, потому что он, например, начинает... Ну, если он честь принимает, то это вообще понятно. А также, если он волю принимает в социальных институтах. Потому что игра через волю подразумевает большое количество городов. Воля по-английски liberty, на всякий случай уточню, потому что довольно странный, по-моему, перевод. Ну, ладно. То есть, если человек играет через волю, если он, конечно, нормальный игрок и понимает, что ему дает воля, то он сначала будет расползаться, то есть строить-строить города быстро-быстро, и как только достигнет вас, начнет ваши города завоевывать. А до середины игры, несмотря на то, что у вас будет превосходство по науке, но проблема в том, что развитие будет идти по разным веткам. То есть, если ваш соперник идет на войну, то он будет исследовать нижнюю ветку, а так как вы идете на научное превосходство, то вы будете исследовать верхнюю ветвь технологий, дерево технологий. И некоторое время вы будете довольно беззащитны перед соперником. Поэтому, если вы играете через четыре города, вы должны четко себе представлять, какие у вас соседи, и внимательно следить за их демографией, а именно за количеством войск. Ну и, кстати, не стесняйтесь подрывать их экономику слегка, то есть, например, своим скаутом объявить им войну и какие-нибудь улучшения поразрушать, а еще лучше захватить рабочего. Даже неважно, можете этого рабочего к себе и не везти, можете его просто удалить сразу же. Главное, что этого рабочего не будет у вашего соперника. Вообще, чем хороша стратегия четыре традиционных города, то есть, что она довольно универсальна. Вот если играть на завоевание или там на расползание, то вы как бы все в такие строгие рамки загоняете, и путь у вас один. А вот четыре традиционных города подразумевают, что вы можете и повоевать, а можете и не воевать. Вот не хотите воевать, и такие остаетесь с этими четырьмя или там тремя городами, и тихонько развиваетесь. Я еще раз повторю, что в сетевой игре даже развиваться намного выгоднее, если вас никто не трогает. Если там ваши соперники заняты войной, фиг с ними. О, я тут, кстати, своего рабочего обратно вернул наконец-то. Так вот, фиг с ними, пускай они там воюют, а вы не со всеми дружите, давайте что-то там обмениваетесь. Ну, может, не со всеми уже обмениваетесь ресурсами роскоши. Вы смотрите, там не надо тоже давать вашим соперникам расти. Ну, вообще, в принципе, если вы смогли дойти до публичных школ, и к вам еще никто не идет воевать, то, похоже, дальше вы уже все атаки сможете отбить. А это первое. А второе у вас почти наверняка будет преимущество в технологическом развитии. То есть вы будете всех опережать в науке. Ну, не считая, если, конечно, какой-нибудь еще из ваших соперников не играет ту же самую стратегию, сами понимаете. Да, обратите внимание, что я в столице после святилища, я построил лучника. Если у вас еще не открыты лучники, то можно воинов построить, одного воина построить или одного лучника для защиты от варфоров. И после этого уже строю поселенца. У меня город к этому моменту вырос до пяти, но и при населении в четыре жителя можно строить уже поселенца. Нормальный размер. Как видите, мой соперник Смертин только что построил великую библиотеку. Это понятно из того, что у него на прошлом ходу было 65 очков, а на этом уже стало 95. А я вам, как помните, рекомендую за чудесами не гнаться. Потому что все-таки в начале лучшее развитие. И строить чудеса тогда, когда вы полностью уверены в том, что вы построите их раньше всех. А уверены вы в этом только тогда, когда вы откроете технологию с этим чудом раньше всех. То есть, когда вы по демографии на первом месте в науке. Но обращу ваше внимание, что чудеса такое дело, то есть не стоит меня считать истиной в последней инстанции. Все зависит от вашего стиля игры. Если вам нравится через чудеса играть, у вас это получается, то почему нет? Вот только вы, скорее всего, в начале игры будете все равно отставать по чудесам от тех людей, вот если вы играете через четыре города, которые конкретно к этим чудесам и идут. Так, вот у нас тут пантеон появился. Естественно, для нас, у нас, видите, вокруг сплошная пустыня. Естественно, мы будем брать легенды пустыни. Вообще, я на религии... Сейчас в этом видео не буду особенно останавливаться. Я планирую сделать в ближайшем будущем видео именно о религии, о влиянии религии на игру, там, какие пантеоны выбирать, какие верования и так далее. Но в данном случае... И вообще, среди верований пантеона, легенды пустыни – один из самых крутых выборов, если вы находитесь в пустыне. Вот видите, у меня сразу плюс четыре... Было плюс один к вере из-за святилища, а стало плюс четыре. Потому что каждая клетка пустыни, которая мной обрабатывается, сразу стала приносить очки веры. А если мы еще и Петру построим, чудо света, то тут у нас вообще благоденствие начнется. Напомню, что Петра дает на клетках пустыни, там, плюс еду, плюс золото, по-моему, и плюс еще молоточки. Дело в том, что так как очень мало столиц обычно стоят на пустыне, то и мало кто берет этот пантеон, и мало кто строит Петру. Поэтому, если ваша столица... Если вы начали игру в пустыне, то сразу себе так помечайте в голове, что вы берете этот пантеон, и вы идете к Петре. Ну, как видите, идет обычное развитие. Я вам все-таки напомню. Вот сейчас достроится поселенец, и после поселенца я в столице буду лучников строить. По технологии, если вы, опять же, почему-то не посмотрели мое прошлое видео, и смотрите это видео с закрытыми глазами, и не видите, что я открываю, то по технологическому дереву можно идти так. Сначала животноводство, или горное дело. Зависит от того, какая у вас местность рядом. Вы смотрите. Потом гончарное дело, потом открываете те технологии, которые помогут вам присоединить ресурсы роскоши, которые рядом с вашим городом. Вот в моем случае, опять же, горное дело, чтобы соль присоединить, и календарь, чтобы сахар. После этого лучников открываете, чтобы строить защиту, и идете к констракшн, металлоконструкции, как они называются по-английски, по-русски, чтобы апгрейдить ваших лучников в метких лучников. А в социальных институтах все еще намного проще. Естественно, открываем традицию, берем легализм, потом монархию, земледельческую элиту, ну и закрываем аристократию, олигархии, там уж берите, в зависимости от того, что вам более нужно будет. Но я обычно беру аристократию, чтобы быстрее национальный колледж достроился. И, как видите, после открытия металлоконструкции, наконец-то открываю библиотеки, то есть письменность, а потом и к философии иду, чтобы уже еще больше бонусов от науки получить. Видите, я в данной стратегии не очень быстро открываю письменность, потому что ваши города растут в традиции. Вы от населения имеете достаточно науки для открытий. Вот сейчас, видите, думаю, куда поселены. Но я введу на то место, где у меня лучник стоит. От населения и так имеете достаточно науки. И даже кто-то, вот если Смертин там открыл, построил великую библиотеку, то он не очень сильно в начале от меня уйдет. То есть в начале игры проигрыш по науке не очень критичен. Тем более, что он не будет большим. А вот плохое развитие может быть критичным. Кстати, интересно, вот видите, в демографии у меня написано 0% грамотности. Это не потому, что я... Это не глюк программы, или не потому, что я не открыл ни одной технологии. А пока цивилизация не открывает письменность, у него написано 0%. То есть вот вам еще один маячок, по которому вы можете судить о том, куда движется ваш соперник. Если у него 0% в технологии, а уже прошло, вот видите, 37 ходов на быстрой скорости, это значит, что он идет по нижней ветке на данный момент. Так, ну вот у нас уже второй город появился. Как видите, я коплю деньги, чтобы купить второго поселенца для третьего города. И четвертого, наверное, мы построим. В этом городе мы строим лучников. Это преследует несколько целей. Во-первых, ну, наш город сейчас особо много ничего производить не может. Главное для нас его рост. А лучников для того, чтобы и от варваров отбиваться, и предупредить возможные атаки других игроков. Вообще, можно без проблем для каждого города как минимум по одному военному юниту строить, потому что, напомню, в традиции есть социальный институт олигархия, который убирает стоимость содержания юнита, если он находится в городе. Ага, ну, видим, что наш швед Санчес Мау построил висячие сады. Как видите, он рванул по очкам. И обычно, если... Ну, это не факт, но, скорее всего, человек играет через один город. Но я еще раз повторюсь, это не обязательно. В любом случае, через традицию, через рост, иначе ему висячие сады не нужны были бы. Так, ну, я тут пропустил один ход, ничего значимого как бы не происходит. Все равно я вам все это развитие показывал в прошлом видео про четыре города. Про четыре города просто я вам буду сейчас так тезис на основные моменты показывал, потому что интерес этого видео даже не вот в развитии, в основном, это повторение пройденного, а то, что будет дальше. Видите, я накопил 370 золотых и покупаю поселенца. Так что не забудьте копить денежки на поселенцев, а не тратить драгоценное время на то, чтобы их построить. Ну, и присматривайте, естественно, я уже второй раз повторяюсь, присматривайте место для городов. И лучше всего размещать ваши города на ресурсах роскоши, которых у вас до этого нету, чтобы снижать уровень несчастья. Это важно только в начале игры, когда у вас четыре города, а счастья еще немного, потому что вы там не можете построить ни арены, ни так далее. И вам нужно, чтобы ваши города росли как можно быстрее. У вас к этому моменту уже традиция почти вся открыта, у вас будет много еды, а счастья мало, если вы будете размещать города не на ресурсах роскоши. Видите, я повел своего поселенца туда вверх, где я сейчас воюю с варварами, как раз я варваров в том месте уничтожу, и примерно туда и подведу поселенца, поселю, потому что там есть шелк, которого нету, который еще нету рядом с другими моими городами. И обратите внимание, что в столице я начал строить библиотеку, хотя вообще вот сейчас я думаю, в принципе, что надо было бы строить уже поселенца и заканчивать свое расселение. Библиотеку я начал строить, потому что решил, ну, как-то меня особо никто не беспокоит, все мои соперники еще неизвестно где, хотя вот, то есть, вверху там никого быть не может, слева тоже, американцы внизу, и справа, видимо, вот справа и находятся остальные игроки. Кстати, смотрите, Смертин еще и пирамиды построил, вот, любитель чудес. Но так как справа ко мне никто не пришел, то я так думаю, что и соперники мои где-то далеко справа, поэтому я так не волнуюсь, начинаю в столице здания строить. Но по-хорошему надо было бы, конечно, поселенца строить и заканчивать расселение. У меня нормально счастье, шесть, даже когда я сейчас поставлю город, у меня, наверное, будет где-то один или два счастья, добавлю шелк, то есть у меня и города будут расти, и будет еще возможность для строительства четвертого города. А, смотрите, тут еще и пряности есть, но до шелка я, кстати, дотягиваюсь, то есть, вы смотрите, чтобы ресурс роскоши, раз, два, а может и не дотягиваюсь, надо было, может надо было вот на холме все-таки ставить город, потому что город как бы дотягивается в три клетки от основания. Да. Тут, наверное, тут ошибка, обратите внимание, опять же, не очень правильно я пододвинул за чем-то своего поселенца, так я мог дотянуться сразу до двух ресурсов роскоши одним городом. Прыгаю вперед на пять ходов и видите, что я в столице после библиотеки начал строить рабочего. Ну вот, я затягиваю с постройкой четвертого города, что совсем неправильно на самом деле. Рабочего я мог украсть у городов-государств, благо их рядом со мной аж, вот видите, три штуки. Ну там, по-моему, у Лхаса, которая вот посередине, она сейчас мой союзник, я там варваров поубивал, но у Алматы и у Тира, которые выше, я вполне могу красть рабочих для своих нужд, вместо того, чтобы тратить время и ресурсы для постройки рабочего в своем городе. То есть, это я вам показываю ошибки игры. Надо было строить уже либо поселенца, что более правильно, либо уже какое-то здание, либо военный юнит, даже больше либо военный юнит, либо сеттлера, вот я бы так даже сказал, более правильно в данной ситуации. Но я вместо этого зачем-то строю рабочего, которого я могу получить и так, украв его у городов-государств. Это неправильно, так не делайте. Вот смотрите дальше, через три хода, я еще и накопил денег на рабочего и купил его. То есть, мало того, что я строю рабочего, я еще трачу деньги на покупку рабочего, которых я мог бы получить у городов-государств. Абсолютно неправильное расходование ресурсов происходит. Я и деньги, и молотки на постройку мог использовать совершенно по-другому. Ну, вот в нашем втором городе наконец-то построился лучник. Помните, мы как его поставили, город сразу начали строить с лучника. И только сейчас он построился, но зато за это время город вырос до трех жителей. И уже здание он будет не так долго строить. Вот библиотека всего 10 ходов. Ну, вот благодаря тому, что у нас мы взяли пантеон фольклор пустыни, у нас уже принято... Сейчас мы будем основывать религию. У нас появился пророк, причем, по-моему, у первых из всех игроков. и мы можем выбрать лучшие верования. И опять же повторюсь, что я сейчас не буду останавливаться на разборе религии. Я собираюсь впереди сделать еще просто видео, посвященное религии. Ну вот, давайте посмотрим, что я выберу. Ну, дело в том, что мой выбор не очень правилен был. Сейчас объясню тоже почему. То есть пополам наполам. Видите, я сейчас выбираю, либо мне взять плюс два к золоту за каждый город, либо плюс один к золоту за каждых четырех почитателей. Так как мы играем всего четырьмя городами, то, естественно, лучше к почитателям брать золото, потому что у нас будут очень большие города, в них будет много почитателей нашей религии, и за счет этого мы будем получать много золота. А если вы играете расползанием или завоеванием большого количества городов, то тогда вам, естественно, надо брать плюс золота к городам. А вот аскетизм я взял зря. Напомню, что он дает плюс одно настроение за город с тремя почитателями. То есть я могу максимум в итоге получить всего плюс четыре к счастью, что как бы не особо фонтан. Опять же, это хороший выбор, если вы играете большим количеством городов. Можно было бы взять, например, плюс пятнадцать процентов к росту, когда нету войны, потому что мы воевать не собираемся, надеюсь, нас не будут нападать. Но, например, с другой стороны, если вы с хорошими игроками играете, я вот недавно играл, и там один из моих соперников взял как раз вот это плюс пятнадцать процентов к росту во время, когда нету войны. Он находился от меня далеко, я сразу объявил ему войну. Он все равно напасть на меня не может, ему переться далеко, а зато бонус от своей способности пантеона, он сразу теряет, потому что он в войне. А самый универсальный выбор в верованиях последователей это пагоды. То есть, если вы не знаете, что выбрать, берите пагоды, не прогадайте, очень полезное здание, тем более, что бесплатные, только за очки веры никакого никакого за содержание своих денег не требует. Ну, а тут обычное дело, играли, играли, человек внезапно отключается от игры. Причем на него никто не нападал, никто там его столицу не захватывал, как обычно бывает. Просто, не знаю, может, ему надоело, может, ему показалось, что он плохо развивается, может, его мама позвала. и все, вот, на ровном месте человека нету. Хотя потрачено уже на игру несколько часов. Думаю, нету смысла говорить, что это некрасиво. Если вы садитесь играть с другими людьми, то вы должны их тоже уважать. Ведь это не только для вас развлечение, но и для всех остальных пятерых тоже. Если вы хотите только себя развлекать, то играйте с компьютером, пожалуйста. Но если вы садитесь в сетевую, в сетевую участвовать, то будьте добры, с уважением относитесь и ко всем остальным. Как минимум, просто как минимум попрощайтесь, объясните нам ситуацию, все, что может произойти. Хотя, хотя я тоже не безгрешен, например, я недавно играл, и у меня тупо отключили свет. Я думаю, что люди там тоже подумали, что я долбанный квитер, хотя я, как раз у меня там очень все хорошо было, я Монголии собирался захватить все и вся, только скопил восемь, восемь конников у меня было, и хан уже появился. Ну, в общем, все было замечательно, но электросети решили, что я слишком много играю в цивилизацию, отрубили мне свет. Итак, у нас построился последний поселенец, и мы его вот поведем сюда. Вот видите, у нас там алмазы открылись, вообще там замечательное место, и джунгли есть, и река есть. поведем туда, потому что здесь вверху видите тундра снега, ниже уже Америка заняла место, и вообще там пустыня, как бы неохота ставить, а вот здесь замечательное место, тем более, кстати, интересно, что мы пока кроме американцев больше никого еще и не встретили, я вообще не знаю, что там происходит у других, как-то мы нас вот так расположили, знаете, на отшибе вместе с Америкой, и с Америкой уже воевать и играть неинтересно, потому что живой человек ушел, а компьютер будет играть по характеру Америки, она типа такая миролюбивая тогда держава, и... то есть она мне даст развиваться в любом случае. Было бы интереснее с живым человеком, просто потому что он мог повоевать со мной и не давать развиваться, так как человек, играющий через четыре города, через традицию, как я, естественно, будет идти на развитие, и надо не давать. Ну, вот так как компьютер, то я могу уже с ним торговать спокойно, ааа, не хочет мне просто так продавать, вы видите, хочет посольство, хочет за 57 золота, чтобы я ему, ну, давайте, нам нужно для для роста, чтобы у нас счастье было, в любом случае, мы когда еще четвертый город поставим, у нас счастье упадет, так что придется соглашаться, тем более, что мы играем за арабов, у которых золота сейчас будет очень много, когда мы соединим все города торговыми путями и базары построим везде. Кстати, меня вот в комментариях просят делать стратегии за какую-то одну цивилизацию и показывать стратегии через их уникальные здания. Понимаете, это не очень интересно, более интересно общей стратегии показывать. Вот, видите, я вот сейчас играю арабами через 4 города, но это не значит, что это единственный возможный вариант в принципе за арабов. Например, я играл за арабов через быстрое открытие кавалерии, потому что, напомню, у них уникальный юнит стрелок на верблюде и вот я так играл и арабами завоевывал. То есть, такой вариант возможен. То есть, это уже не традиции, это через волю, быстро идем к рыцарям и... О! А вот как раз на том месте, где я хочу построить 4 город, там границы Англии. А вы знаете, а ничего, а мы не боимся. Я вижу, что Англия в самом конце, я их опережаю на 100 очков и по всем параметрам я явно смогу защитить свой город, а место там очень такое жирное, поэтому оно и жирное, что как бы генератор карт предполагал, что англичане поставят тут город, а они, видите, почему-то не сподобили. Ну, точнее, не почему-то, я-то уже знаю, почему. Тут будет очень интересная ситуация на карте дальше. Я вообще такое впервые увидел, такое расположение игроков. Опять же, я тут особо не останавливаюсь на том, что исследую, что принимаю, но социальные институты, это традиция. В технологии я принял литье, потом госслужба будет, потом университеты, естественно, но вот Смертин уже и чеченицу построил, то есть Смертин идет по чудесам. И его вот это лидерство в 113 очков только за счет, да у него, наверное, чудес уже 5 или 6 к этому моменту. Это я к тому, что видите, там Санчес Мау с кем-то воюет и говорит, что, видите, там что-то с лагами или может он кого-то поймал или его поймали, видимо, не успел войска отвезти из-под удара. Так вот, я к тому, что не стоит пугаться, что кто-то там чудеса строит, а вы тут сидите без чудес такие. Вам главное ваше развитие. Вот если вы развиваетесь хорошо, вы же понимаете, что человек там тратит ресурсы на строительство этого чуда, а вы тратите ресурсы на развитие. И это со временем окупится. Вопрос, окупятся ли ему эти чудеса. Вот видите, по демографии мы ни в чем не уступаем. То, что на 5% отставание в технологиях означает только то, что там кто-то идет по более дешевым технологиям. То есть, мы идем по дорогим технологиям, которые дольше открывать, а мы идем, а они идут по дешевым, поэтому впереди. Ну вот у нас очередной пророк появляется, слава богу, и мы сейчас укрепим религию, мы самые первые это сделаем в игре. Так, ну мастерскую надо строить. А к ведуке у нас потом бесплатно появится, когда мы закроем традицию мастерские, нехватка у нас по производству, а у нас уже сколько счастья, 17 вообще, вообще уже медленно развиваемся. Если у нас так много счастья, значит медленно города растут. Надо быстрее расти. Так, что-то мои соперники там усиленно переписываются, но я попозже чат посмотрю. Тут главное успеть за таймер всех своих юнитов передвинуть. Надо быстрее фермы строить, чтобы росли города, видите, вот. И вот мы уже почти дошли до места расположения четвертого города. вот будет сюрприз, конечно, англичанам, что у них под боком город будет. Ну и укрепляем религию. Давайте посмотрим опять я, ну, понимаете, я еще вот когда это играл, ну, пагоды наконец-то взял, а в верованиях укрепления надо брать религиозные тексты, чтобы быстрее распространялась религия. Да. Но на самом деле я вот еще не очень разбирался в религии, я по-быстрому чтобы... Так, что тут? Микс пишет, что англичанам нужна гуманитарная помощь самому слабому государству. Ну, понимаете, я не знаю, о чем они тут обсуждают. Видимо, Микс воюет со шведами. Почему там у Scan Air прыгал пинг и как это повлияло на ход игры, я не знаю. Мы, видите, только сейчас их открыли. Возможно, они смогут потом в комментариях написать к этому видео, что там у них происходило. А мы тем временем ставим... Ой, даже сюда поближе шел 4-й город, но 76-й ход для 4-го города откровенно поздно. Желательно уже где-то к 50... Это я про быструю игру на быстрой скорости. Где-то к 53-му, ну, максимум к 60-му году уже 4-й город поставить. Смотрите, какой забавный у нас чат. Микс пишет, штука в том, что мы оба сольемся. Саня пишет, отличная цель, Елизавета была бы счастлива. Ну, Смертин пишет, что отличная цель. Ну, я говорю, замечательная стратегия, подставь врага и проиграй сам. Но дело в том, что я так пишу, потому что мы еще с вами не видим, какое у них расположение городов. А сейчас мы это увидим. Не сейчас, а скоро. А сейчас мы вот поставили свой четвертый город, Багдад. Вот видим, что тут вовсю англичане и шведы воюют. Вообще, по-хорошему, англичане, ну, сейчас надо нападать на мой Багдад и... Ну, там, видите, какие-то у них разговоры по поводу мира, нападать на мой Багдад и его завоевывать, то я думаю, что я отобьюсь. глядя на статистику Англии по демографии и в какой... Сколько у них очков, очень сильно сомневаюсь, что они в состоянии отбить у меня город. Так, ну, тут начинаются, видите, переходы на личности, про ущербную психологию. Тут, вы же понимаете, что цивилизация это не показатель того, какой вы человек. Она мне напоминает ролевую игру. Здесь вы отыгрываете определенную роль. То есть, это как, ну, например, можно с мафией сравнить, кстати. Вы же в мафию, в мафии играете, когда вы сломаетесь в мафии, вам придется врать. Это не значит, что вы по жизни врун такой, вруша. Ну, вот видите, я англичанам предложил принять посольство, потому что я хочу посмотреть, где их столица и как они вообще располагаются. По-хорошему, мое предложение принимать не надо. И вообще, в сетевой игре чем меньше людей знают, где располагается ваша столица, там, какие у нее окрестности, тем лучше. То есть, в сетевой игре принимать посольство обмениваться посольствами рекомендуется только с теми людьми, которые уже вас нашли. Причем, нашли в начале игры, когда там обсмотрели вашу столицу, когда она еще не очень разрослась, а сейчас уже 77-й год, то есть, видите, я рядом с его городом, ну, судя по тому, что я не вижу его города, хотя нахожусь рядом и свой город основал рядом с ним, то это его столица, это Лондон, то есть, город, который уже сильно разросся, а вряд ли это мог быть любой другой, о, а вот и шведы, вы посмотрите, как рядышком все, мы тут вот втроем, все в одном месте как бы находимся, ладно, я вам открою секрет, пока его, конечно, не видно, но какое у них было расположение у англичан и у шведов, а, кстати, вот демография, видите, я уже по населению конкретно впереди, ну, так вот, я такого никогда не видел, чтобы столицы, государства, то есть, вот это вы сейчас видите, это столица Англии, столица Швеции вот так тесно находятся, то есть, я впервые вижу, чтобы в сетевой игре так близко располагали соперников, ну, то есть, они могут близко находиться, но когда столицы находятся в нескольких клетках друг от друга, там буквально, ну, мы дальше увидим, когда будет карта открыта, то есть, это просто такая подстава от генератора карт, я не знаю, на самом деле, как выходить из этой ситуации, им надо было, то есть, все-таки, в моем представлении, самый лучший вариант, это захватить столицу своего этого соперника, но дело в том, что и он тоже может так же подумать, и тогда начнется затяжная война, а так как у вас всего по одному городу, и вы все ресурсы тратите на войну друг с другом, то ваши соперники уйдут очень далеко вперед, и я вот пришел, то есть, я их сейчас завоевывать не буду, потому что у меня небольшая армия, и вряд ли мне на данный момент хватит их захватить, но когда, если вот, если я сейчас задался целью захватить один из их городов, или столицу, или Лондон, или Стокгольм, то, я думаю, мне бы хватило ходов пяти или шести для строительства армии, достаточной для захвата, и все, ну, видите, тут переговоры, я просто объясняю, что я захватил рабочего, мне нужен был только рабочий, я там не собираюсь воевать, не стесняйтесь захватывать рабочих, особенно у цивилизаций, которые послабели, да даже не послабели, которые равны вам, в начале игры особенно не стесняйтесь захватывать рабочих, потому что это все подрывает экономику ваших соперников, опять немножко вперед пройдем, видите, я пишу Миксу, чтобы он принимал мой мир, и я нападу на Швецию, но на самом деле, то есть, понятно, что они там воюют друг с другом, и мешаются, и кто на кого нападет, то есть, я не собираюсь сейчас на самом деле Швецию завоевывать, и тем более Англию, просто хочу поиграть на нервах игроков, пускай они там думают, что, пускай шведы думают, что я сейчас приду армию завоевывать, что я там играю на, как бы, подыгрываю Миксу, вообще, на самом деле, если бы я сейчас хотел завоевывать, то естественно, в первую очередь надо было бы Микса завоевывать, потому что он слабее, а потом уже приниматься за Санчеса, но так как я вам показываю мирное развитие, ну, в том плане, что без завоевания городов, то есть, вы четырьмя городами просто научно развиваетесь, чтобы выйти технологически вперед и победить наукой или забросать весь мир атомными бомбами, то нежелательно тратить ресурсы на армию, надо ее тратить только в крайнем случае, когда на вас кто-то нападает, чтобы защититься. Ну, вот видите, мы уже открыли деньги, то есть, сможем строить уникальное здание арабов базар, то есть, у нас сейчас будет еще больше денег и вообще у нас тут все по развитию замечательно. Иногда вот происходит такое рассинхронизация игры, тогда она как бы заново загружает карту и дай бог, чтобы все остались на месте тогда, но обычно это вот в данном случае сканер отключился, Монте Сума, то есть, обычно это происходит, когда какой-то из игроков выходит. Вот, к сожалению, Ацтек отключился, хотя вроде хорошо играл, и почему он это сделал непонятно. То есть, скорее всего, он вылетел, именно, а не отключился сам. И вообще, желательно, когда вы играете в сетевой игре, чем хорошо играть с друзьями, что тогда, во-первых, вы можете обратно к этой игре присоединиться, либо хост может просто ее загрузить заново, чтобы все присоединились и продолжить нормальную игру. Ну, тут общаются Смертин и Микс, Микс пишет, что Ацтек ему поставлял лошадей, а он ему в обмен золото, ну и Смертин вполне резонно замечает, что вообще выгоднее поставить поселенца, город поставить на лошадей, чем таким образом меняться, потому что золото это четыре счастья на минуточку. Ну, тут, видите, Микс со шведами воюют друг к другу, собственно, все развитие испоганили, ну, и смотрите, сколько стоит крепостей уже, наверное, ну, судя по всему, шведы использовали генерала, чтобы вгрызться вглубь территории Англии. Ну, я опять скакнул вперед, потому что идет у меня обычное развитие, то есть идем к университетам, строим университеты, вот видите, Санчо Смау пишет, что сейчас выйдет из игры за то, что мы вместе с Миксом играем типа в команде, по его мнению. То есть по мнению шведа я должен благородно находиться в стороне и не вмешиваться в их разборки, видимо, так. Нет, конечно, я максимально буду усложнять жизни тому и другому, просто в моем понимании Санчо более сильный игрок, чем Микс, поэтому я буду мешать больше ему. Если кто-то сейчас хочет мне в комментариях написать, почему я не завоевываю Микса, раз он более слабый игрок, я еще раз напомню, что я вам показываю игру в развитии, то есть я сейчас не хочу переключать свои города на производство военных юнитов. Я вот сейчас просто проапгрейдил, что у меня есть, там может что-то еще докупил, но никаких полномасштабных действий, никаких полномасштабных военных действий я не предпринимаю. Я просто все войска, которые у меня есть, вот стянул к границам Швеции и сейчас там немножко покуралешу. У меня нету ни катапульт, ни сильных, точнее, немного у меня лучников, точнее, там уже арбалетчики, поэтому я город взять уже не смогу. Ну, как видите, у нас тут война идет, точнее, я так по задворкам шведских земель передвигаюсь, ну, у меня задача что-нибудь разрушить у него, как-то снизить его развитие. Опять же, повторюсь, вот я играю на развитие своей империи, но это не значит, что вы должны отсиживаться, что я должен отсиживаться в своих городах и ничего не предпринимать. Нет, воюйте. Большинство игроков в сетевой игре думают, что если им объявили войну, значит, их идут завоевывать, а на самом деле можно просто воевать ради войны, ради того, чтобы нервировать соперника, понимаете? Вот, смотрите, у меня появился великий пророк, хотя у меня аж давно уже основана и укреплена религия. Это называется, Леша забыл переключить, куда распределять религию. Будьте внимательны, пожалуй, потому что сейчас мне великого пророка как бы некуда девать особенно. Видимо, придется Лондон идти конвертить в свою религию. То есть, вот здесь, в этой стратегии мне чужие города особо конвертить в свою религию не нужно. Главное, чтобы мои были в моей религии. Там уже больше не тратить очки веры на миссионеров или на великих пророков, а тратить их на пагоды. Но я вот сейчас забыл переключить, и поэтому по-дурацки совершенно потратил очки на великого пророка. И знаете, что даже правильнее было бы его сейчас посадить, то есть сделать им улучшение, чтобы оно давало много очков веры, а не посылать, ну вот сейчас видите, я переключу на пагоды наконец-то, а не посылать конвертить. Но я помню, что я посылаю конвертировать Микс хочет метрофилей продать за 200 золота. Нет, я предпочитаю, чтобы он отставал в развитии, чтобы у него не было денег, и он там сидел без войск. Вот смотрите, мы добрались до Стокгольма, и между Стокгольмом и Лондоном всего три клетки. То есть они были обречены на то, чтобы вот так воевать. Я сейчас глянул начало игры и увидел, что швед основал свой первый город только на третьем ходу. То есть он как минимум на четыре клетки переместился откуда-то. Видимо, именно поэтому у англичан со шведами вот такие проблемы. Так что можно сказать, что Швеция виновата в таком тесном расположении, им волей-неволей пришлось воевать. Прям даже интересно, откуда же он находился вот здесь внизу рядом с этой горой, и ему захотелось на реку переместить поселенца. Да, так люди часто делают, то есть не на первом же ходу основывают город, где находится, а смотрят, может поближе есть более выгодное место и туда перемещают поселенцев. Такое бывает. Вот видите, в данном случае в долгосрочной перспективе это оказалось плохим решением, потому что слишком близко нашелся, нашлась столица соперника. Ну, как видите, по населению нас кто-то обогнал, но это, скорее всего, ацтеки. Вы же помните, у них, их уникальное здание увеличивает население. И вообще, ну, за него сейчас играет компьютер за ацтеков, и он любит увеличивать население, а также любит воевать. И, судя по карте, ацтеки рядом с Россией, так что им предстоит как раз понадоедать Смертину, и, в принципе, как бы не особо опасно, что они там по населению вырвались вперед. Ну, классно. Вот и Санчес вышел. Молодец. Замечательно. Поиграл. Все. То есть, ну, вот, как бы, это вот вид человека, который играл только, чтобы ему было интересно. Смертин, конечно, несколько жесток, жесток, нет, слишком жестко выразился по поводу выхода Санчеса. Но, тем не менее, вот, когда вы выходите из игры, просто так, вот, вы можете видеть, какими хорошими словами вас провожают другие игроки. Прыгнем на пять ходов вперед. Видите, я встретил русских, и видно, что Смертин впереди меня по грамотности. Ну, а так как я единственных, кого не встретил, это ацтеков, то, как я и говорил, именно они меня опережают по населению. Но то, что Смертин впереди по грамотности, по технологиям, меня не слишком волнует, потому что, опять же, как я и говорил, судя по всему, он идет по нижней ветке, тем более, что для России это нормально, надо идти к их казакам, или кто там у них, ну, к уникальному юниту, которому и потом воевать. И я еще посмотрел дипломатию, он пошел по воле. То есть типичная завоевательная стратегия, много городов, воля и использование своего уникального юнита для захвата. То есть в данном случае это казаки. Напомню, у них уникальная способность плюс 33% силы против раненых юнитов. То есть очень неплохо. Вот Микс предлагает убить Смертина. Человек с одним городом слаборазвитым хочет, чтобы я через всю карту поперся убивать Смертина зачем-то. Напомню, наша стратегия подразумевает, что чем позже нам придется воевать, тем быстрее мы победим. Понятно, что тут единственный соперник у меня остался это Смертин. То есть Вашингтон не соперник абсолютно. Ацтеков явно собирается сейчас завоевать Смертин. И вот встретимся мы видимо в районе Стокгольма. Тут у меня такой вопрос, единственное, я не могу решить, надо ли мне завоевывать Смертин. Или оставить его Смертину. Там в Стергольме в принципе Стоунхендж и висячие сады имеются, но на данном этапе игры это уже не такие крутые чудеса света. Прыгнем еще на пять ходов вперед, и вот смотрите, как играет Смертин. во-первых, он принял всю волю и пошел по традиции, чтобы города его быстрее росли, потому что воли города медленно растут. Построил практически, украл все чудеса света, плюс увел у меня Петру, которая была бы очень крута для меня с моими пустынями, но он, видимо, поэтому и увел, чтобы именно мне она не досталась. Ну и для тех, кто любит играть в России, вот пример, как именно стоит играть этой державой. И сейчас он явно там собирает конников, казаков, чтобы нападать на ацтеков. Жалко, вот, к сожалению, нам не видно карты там, я еще ацтеков не встретил. Но я еще на 20 ходов вперед прыгаю, потому что у меня ничего не происходит, то есть я развиваю свое государство, вот я, наконец, нашел ацтеков, мы обмениваемся посольствами, чтобы я увидел их столицу, посмотреть, как они там, но вот эти очень близко со Смертиным, с Россией, так что война была предопределена просто. Я иду к научной теории, то есть развиваюсь по научному пути, максимально расчу свои города, чтобы как можно больше населения в них было, и строю научные здания, там, и открываю, соответственно, те технологии, которые дают мне научные здания. времени у меня дофига, потому что Смертину надо сначала ацтеков уничтожить, прежде чем добраться до меня, то есть здесь, вы же понимаете, что если ваш соперник идет по военному пути, то он явно по науке от вас будет отставать, соответственно, воевать Смертину со мной придется в любом случае, потому что иначе он проиграет в научной гонке, и под научной гонкой имеется в виду даже не постройка космического корабля, а атомные бомбы. Кто быстрее доберется до атомных бомб, того считайте и победа. Так что у меня довольно неразвитая армия, зато я внимательно слежу за тем, что делает мой соперник, и попытаюсь, как только я пойму, что он уже идет ко мне, попытаюсь свою армию купить, нарастить до тех размеров, чтобы можно было отбиться. Ну вот видите, у меня шпион в Москве сидит, я вижу, что он там производит. Посмотрите, у него великий пророк, великий ученый, ну это видимо от фарфоровой пагоды, и даже великий инженер сидят, ждут. Ну мы снабдим его соперника ресурсами роскоши, для того, чтобы ему было, чтобы Смертину было сложнее завоевывать ацтеков. Видите, в это время Смертин делает мне предложение, потому что у него явно проблемы со счастьем, как вы понимаете, нам невыгодно, чтобы у него было положительное счастье. Еще на 7 ходов вперед, и видим, что мы тут у нас все замечательно, но зато смотрите, какая армия уже усмертена, практически в 4 раза больше, чем у нас. По грамотности мы проиграем мамовым ацтекам, потому что они идут по дешевым технологиям, опять же, видимо, внизу, а Смертину проигрываем по производству, потому что у него переключено на производство юнитов. Ну, открою индустриализацию, чтобы побольше производства было, и потом пойду, видимо, уже по нижней ветке, потому что меня волнует такое большое количество войск у Смертина. еще вперед на 12 ходов. Как видите, я открываю удобрение, это значит, что я шел по нижней ветке, то есть у меня теперь максимальная отдача еды на всех возможных улучшениях, а также я не отстаю по военным технологиям. Сейчас открою электричество, чтобы строить гидроэлектростанции, и у нас на дворе 1630-й год, и именно в этом году ацтеки потеряли тянуть ститлан. Россия завоевывает столицу ацтекской империи, а это значит, что ходов через 10, видимо, придут русские казаки и к Стокгольму. Кстати, может, вы обратили внимание, что у меня до сих пор не построен Оксфордский университет, я специально его приберегаю для более дорогих технологий. А здесь, как видите, я пожертвовал генерала великого полководца, чтобы вгрызться слегка в территорию Швеции, отобрать у них алмазы, одно из месторождений, ну и вообще удобное место, во-первых, для атаки, а во-вторых, для обороны, если Стокгольм возьмет смерти. Нет, вы смотрите, что творит компьютерный американец, сволочь, пришел великим пророком и обращает мои города. Ну, так как явно он меня боится, я вот, видите, ему говорю, чтобы он не посылал миссионеров, и он говорит, что не будет больше нести истинный свет моему народу. Но все равно гад напакостил, придется теперь миссионера покупать и изменять религию, все-таки он мне там бонусы дает, денежки, а сейчас у меня лишил этого. Очередное путешествие во времени вперед на 13 ходов, и я вам хочу показать, что казаки уже под Стокгольмом. Как видите, Смертин уничтожил ацтеков, Монте-Сума ноль, ацтекской империи больше не существует, все ацтеки принесли присягу российскому флагу, лично Екатерине, и поменяли имена со всяких Вицли-Пуцли и прочих Тацли-Мацли на Иванов и Сергеев. Вот теперь самая пора усиленно начать производить военные юниты. Стокгольм, конечно, падет под натиском казаков, тем более, что у них нету адекватных юнитов защищаться от нападения. Я в это время пользуюсь случаем разрушаю фермы, ну, то есть делаю так, чтобы Смертин после захвата Стокгольма получил как можно меньше бонусов. В своих городах я произвожу юниты, причем желательно, естественно, защитные юниты, потому что у Смерти на юниты нападения казаки, то есть это верховые юниты, которые передвигаются на много клеток, и я просто с ними не смогу тягаться с ним, тем более, что для них нужны лошади, у меня всего шесть лошадей, так что я тут много не построю их, зато стрелки никаких ресурсов не требуют, их можно производить сколько угодно, точнее, не стрелки, это еще аркебузиры, а потом апгрейдится очень замечательно в стрелков и дальше в пехоту, вообще рыцари, казаки, любые конные юниты в середине игры рулят, но ближе к концу они становятся проблемой, потому что апгрейдятся они в танке, а танкам требуется нефть, а чтобы открыть нефть, надо сначала открыть верхнюю ветку технологии, чтобы нефть появилась на карте, а потом нижнюю, чтобы дойти до танков, причем все это идет мимо лаборатории, научного здания, и опять же не факт, что у вашей нации будет нефть, хотя с другой стороны, если вы до этого много завоевали, вот видите, я уже намного впереди по науке, зато какая сильная армия у смерти, она практически в два раза сильнее, чем у меня, но кстати, забавно, что быть первым по армии довольно, как сказать, вы теряете знания о том, какая армия у вашего противника, то есть смерть не знает, что у меня армия слабее его в два раза, ведь я могу чуть-чуть от него отставать, всего лишь на маленькую капельку, но он этого не знает, закончу мысли про нефть, если вы до этого много уже завоевали городов своей кавалерией, то явно где-нибудь до нефти будет, и проапгрейдив ваших уже продвинутых кавалеристов вперед, проапгрейдив танки, вы получите очень большую силу, ну вот тут Смертин предлагает отложить партию, потому что была поздняя ночь, и мы с ним соглашаемся, как бы у нас осталось трое всего, все остальные повыходили или проиграли, и я сохраняю игру, как вообще работает сохранение в сетевой игре, хост делает сохранение, и потом, когда вы хотите начать продолжить игру дальше, то вы входите в сетевые игры, начать новую игру, и там внизу есть кнопка загрузить, вы загружаете, а потом в игру приглашаете тех людей, которые до этого играли. Ну вот Россия захватывает и Стокгольм, Швеции больше на карте нет, и впереди наше великое столкновение, русские или арабы, арабский халифат или Российская империя, ну а Лондон будет таким соглядатым, рядом англичане будут бегать и поддерживать кого-то из нас. Ну опять прыжок вперед, потому что мы тут настороженно выжидаем, кто первый начнет военные действия, как вы понимаете, мне выгоднее их начинать как можно позже. Я вот шел к динамиту, чтобы открыть пушки и первым делом взять Лондон, потому что будет очень плохо, если Лондон возьмет смертен, Лондон в такой выгодной позиции. И вот я уже веду боевые действия против Лондона. Сейчас проапгрейдю те пушки, которые на моей территории до артиллерии, и Лондон будет очень быстро взят. Дальше по науке я иду к стандартизации, потому что там не только... Вот видите, Смертин уже нападает на Лондон, и я пытаюсь подставить своего рыцаря, потому что мы со Смертином пока не в войне. Подставляю своего рыцаря, чтобы помешать ему захватить Лондон. Так вот, иду к стандартизации, потому что это мало того, что лаборатории, которые улучшат мою науку еще сильнее, но и апгрейд для моих стрелков. В городах, как видите, я строю армию, даже вот уланов слегка, потому что у них бонус против кавалерии, но на самом деле сейчас он не очень силен, потому что в принципе стрелки будут даже без бонуса иметь такую же оборону против кавалерии, как и уланы, но я так планирую когда-нибудь уланов проапгрейдить в вертолеты, и тогда если вот мы сейчас не разберемся, то они будут хорошо действовать против танков русских. Ну, тут, как видите, я потихоньку догрызаю Лондон, даже это промотает, чтобы не сорить полностью эту осаду, все, Лондон взят, и у Микса еще, оказывается, еще один город он успел построить, но теперь ничто не мешает нам со Смертенным заняться друг другом, видите, он уже сосредоточил войска на границе, и будет нападать, как вы понимаете, я первую войну объявлять не буду, потому что мне выгоднее, что чем позже начнется война, тем лучше для меня, и тем более у меня войска меньше, по демографии написано, что я в два раза хуже, вот все, Смертин объявил войну, началось так, уже один мой юнит уничтожен, кавалерия Пакеда, но мы будем отбиваться, вот видите, я сейчас пользуюсь мышкой, на самом деле все это с клавиатуры делается быстрее, просто когда надо срочно быстро это делать, отключается мозг, и я начинаю мышкой зачем-то делать, ну, даже, знаете, сейчас как-то сперло дыхание комментировать эту битву, так, я теряю юнитов, уже второй юнит погиб, ну, как видите, на моей территории две крепости генералами построено, три крепости построено наверное, рабочими англичан, то есть у меня тут есть где защищаться, а Смертин, как видите, подводит пушки к Лондону и собирается взять Лондон, вообще Лондон в данной ситуации очень важный стратегический пункт и очень хорошо, что я его взял предварительно а не Смертин. Вообще, если бы я вот сейчас играл за русских, то я бы вот чуть ниже двух моих крепостей видите клетку привел бы сюда генерала и поставил крепость ими и таким образом я бы отъел территорию на которой находятся мои две крепости арабские и таким образом лишил бы арабов вот этих важных крепостей но Смертин видимо не хочет терять генералов хотя их у него два как минимум два потому что может мы других не видим но я бы хотя бы одного генерала сейчас вот именно на крепости потратил потому что таким образом мои стрелки вот эти которые защищены в крепостях и на холмах они бы потеряли важное место для защиты пришлось бы отступать у меня генерала на данный момент нет он может думать просто что вот он потратит генерала и я сразу своим генералом отберу обратно но у меня генерала нету и по идее он должен видеть что генерала у меня нет в общем идет суровый бой и непонятно как кто тут возьмет верх потому что все таки усмертено то есть мои стрелки и его казаки они одинаковые по силе более того казаки будут же иметь еще бонус если они против раненых юнитов воюют но в принципе как бы одинаково по силе юниты и усмертено плюс в том что его армия во первых заклина в боях то есть такая продвинутая завоевав ацтеков а во вторых ее у него больше у него больше армия чем у меня но у меня плюс что я защищаюсь я все таки считаю что вот сейчас в цивилизации после выхода от дона и после патчей защищаться проще чем нападать имеется ввиду конечно равные условия когда у вас практически ну одинаковые силы у юнитов ну тут идет великая битва я честно говоря не знаю что тут особо комментировать по моему тут стоит смотреть если вам интересно объяснение моих ходов почему я именно так или иначе действую то к сожалению в данном случае я хожу как можно быстрее просто здесь особые тактики ну вот видите я убираю то есть главная тактика убирать раненых юнитов из-под удара выставлять нераненых и стараться убивать юнитов соперника на своей территории как видите он пытается взять лондон и поэтому я подставляю свои юниты чтобы вот он на эту клетку тут видите благодаря благодаря горе лондон сложно взять ему придется либо через моря переплывать а где я их буду где я его юнитов буду уничтожать пушками потому что на море у них меньше защита либо вот с одной этой клетки нападать на меня перед лондоном а я сейчас на нее поставлю свой юнит и будет довольно сложно нападать да ну вот видите а пушками так как он пушками невозможно взять город только обстреливать то как бы меня пушки не так сильно тревожат и вот я выставляю вперед стрелка чтобы отсюда кавалерии которые на много клеток передвигается мой соперник не смог взять Лондон поэтому особой стратегии тут нету у меня тикает таймер я должен как можно быстрее передвинуть своих юнитов и нанести урон сопернику это против компьютера можно думать размышлять а тут время время главное передвигать юниты но я не показываю вам в этом видео что я сейчас строю в городах то есть не акцентирую ваше внимание то есть тут главное на эту битву смотреть а в городах я сейчас строю военные юниты а так как золота у меня много то если успеваю то покупаю о у меня генерал появился это хорошо значит будет воевать полегче за деньги покупаю здания хотя можно и юнитов тут покупать за веру кстати у меня вот на прошлом ходу если вы обратили внимание родился великий инженер потому что я порядок принял и я жду вот открытие стандартизации чтобы великим инженером построить статую свободы это мне еще добавят в производство ну построенные юниты естественно я подвожу на линию фронта чтобы как можно больше наносить урона сопернику а в своем единственном портовом городе я строю каперы почему каперы а не фрегаты ну мне просто интересно как каперы будут действовать потому что особенность этого корабля что он не только наносит урон городу но и ворует сколько-то золота вот мне интересно посмотреть сколько он там будет золото воровать а вообще я строю морские юниты чтобы во-первых обезопасить себя от возможного морского вторжения России где я сомневаюсь что Смертин разведал разведал мою территорию и знает как нападать с моря на меня а во-вторых я подумываю сам на него с моря напасть то есть если я тут отобьюсь то вместо того чтобы вести войска вот видите довольно далеко отсюда до его городов я лучше по морю их быстро перекину опять же повторюсь комментировать битвы особого смысла нету просто смотрите на ходы дело в том что меня в комментариях просили показывать военные действия вы уж пожалуйста к этому видео в комментариях напишите вам вообще интересно смотреть на военные действия или скучновато потому что мне кажется что вот эта битва ну как бы для стороннего зрителя она скучна то есть и так понятно ну мы приблизительно одинаково действуем тут нету каких-то особых тактических изысков на которые стоило бы особо обратить внимание ну стреляющие юниты должны находиться на возвышенностях это понятно там юниты которые имеют бонус против определенного типа войск должны нападать именно на этот тип войск я просто смотрю что время видео уже больше часа и как бы показывать конкретно полностью весь бой я думаю не имеет смысла вот видите мне тут микс типа пытается в поддавки играть и выдать мне золото но вообще это нечестно зачем вот принимать такие вещи если интересно играть честно когда ты побеждаешь собственным умом а не какими-то поддавками в общем я решил прыгнуть на 5 ходов вперед и показать уже завершение этой великой битвы как видите я уже открыл пластмассы причем благодаря тому что я придержал Оксфордский университет то есть я построил Оксфордский университет и бесплатной технологией взял пластмассы поэтому очень быстро проапгрейдил своих стрелков до пехотинцев а это значит что сейчас уже в армии перевес у меня и вообще я уже до этого довольно сильно потрепал армию Смертина в общем-то осталось только взять Стокгольм но на следующем ходу после не очень долгой осады на 186 году в 1805 практически это же год Аустерлица да вот в этом году арабские войска завоевывают Стокгольм вообще интересно ну правда сейчас Смертина его отвоюет обратно вот сейчас да но это ненадолго у меня еще достаточно войск чтобы отобрать город назад опять Стокгольм становится арабским там уже помните он был по-моему 22 размером сейчас я сейчас я посмотрю да на пике своего развития Стокгольм был размером 22 и вот видите всего за несколько взятий он уменьшился до единички и так я отбился от атаки России от Смертина и это значит что впереди у меня благополучное развитие к сожалению я вам не смогу показать эту игру до самого конца то есть не смогу показать что я тут выиграл или проиграл дело в том что во время игры у Стима случилась какая-то фигня в общем я тоже такого ни разу не видел но в общем Стим отключился и из него вылетели все то есть я и Смертин и Микс мы все из него вылетели и где-то минут пять Стим просто не работал и когда я включился уже игроков моих соперников не было но так как мы по-моему в воскресенье играли потом там были будние рабочие дни и когда мы собрались опять продолжить я к сожалению у себя не нашел сейвов потому что ну я как бы понадеялся на автосейвы это вот вам на будущее чтобы вы знали что такое может быть с автосейвами и вообще я понадеялся на автосейвы но так как я в течение недели играл в другие сетевые игры в цивилизацию то видимо у меня автосейвы от этой партии стерлись я конечно мягко говоря в офигении от такого распоряжения автосейвами игрой моими автосейвами но вот такая ситуация то есть через некоторое время вы сейчас увидите сообщение что потеряна сетевая связь и на этом игра завершится но дело в том что я тут не вижу каким образом Смертин может победить я опережаю его на вскидку где-то технологии на 6 у меня выше просто наука выше да армия его разбита то есть захватить мои города он не в состоянии поэтому здесь каких-либо вариантов того что он может выиграть в этой игре нет абсолютно никаких я сейчас иду к атомным бомбам и просто закидываю Москву Петербург атомными бомбами и это считайте победа итак итог этого видео вообще морально почему я это показывал во-первых я хочу сразу вас предупредить что не стоит думать что 4 традиционных города это обер стратегия и круче нее нету и то что вот Смертин мне проиграл играя через волю и нападением это говорит в пользу того что стоит играть четырьмя городами ни на кого не нападая я не знаю может Смертин напишет в комментариях свое видение но я считаю что он проиграл только потому что он чуть позже начал завоевание чем оно того стоило если бы он пришел ко мне ходов на 8 раньше то я бы не смог отбиться от его армии и к тому же он находился на дальней карте от меня на дальней стороне карте от меня то есть если бы он находился ближе я бы не смог так развиться я бы не смог так развиваться он бы завоевал меня раньше поэтому не стоит думать что игра через волю это плохо а игра через традицию это классно и вы всех победю внимательно следите за вашими соседями и соперниками как они действуют а также смотрите за развитием других игроков через традицию потому что если вы упустите их они слишком сильно оторвутся от вас и вы уже не сможете их никак нагнать и не сможете даже завоевать они отобьются даже имея более меньшую армию чем у вас дальше если вы все-таки играете четырьмя городами через традицию то лучше ни на кого не нападать тихонько развиваться мирным путем чем позже вы начнете воевать тем круче у вас будет развитие и тем дальше вы продвинетесь по технологическому древу вам нужно вкладываться в рост городов чтобы они как можно быстрее росли и в научные здания все остальное по мере того по мере надобности так ну на этом вроде все надеюсь это видео вам тоже было интересным как и все остальные вы слышали Лешу Халецкого играйте в умные игры комментируйте мне приятно что у меня такие зрители удачи вам что у меня